Шестой пакет санкций от ЕС. Возможно ли эмбарго на энергоресурсы и замерзнет ли Европа без нашего газа? Дипломатический скандал между Израилем и Россией продолжается. Российский МИД ситуацию только ухудшил. Что происходит на фронте? Где та самая масштабная битва, которую все прогнозировали? Мобилизация в России? Что о ней сейчас известно и к чему стоит готовиться? Борис Джонсон выступил в Верховной Раде Украины. Эти и другие новости обсудим сегодня с вами я, Анастасия Брюханова, и Екатерина Воропай. Мы делаем новости каждый день, поэтому не забудьте подписаться на наш новый новостной канал. А этому видео не забудьте лайк поставить. А мы начинаем. Европейский Союз готовит новый, шестой по счету, пакет санкций, который будет включать ограничения на поставки угля и нефти из России. Следующий шаг – сокращение закупок газа, а в перспективе полный от них отказ. Проще говоря, энергетическая эмбарго со стороны ЕС постепенно обретает зримые формы. И что полезно понимать, чтобы не отвлекаться на каждую новость о государственных санкциях и ограничениях от частных компаний. Все, что могло случиться, уже случилось 24 февраля. В тот момент, когда Россия развязала полномасштабную войну в центре Европы. В тот момент, когда на украинские города посыпались бомбы, а танки перешли границу. Процесс изоляции России от доходов, которые она тратит на войну, стал вопросом времени. Есть популярная присказка про русских, мол, долго запрягают, но быстро едут. Но на деле она скорее относится именно к развитым демократиям. Да, они не конкуренты диктатурам в том, чтобы летать под непредсказуемые траектории. Чтобы принимать противоположные решения с разницу в неделю. Сегодня ссориться с Турцией, а через неделю с ней дружить. Вливать кучу денег в европейский газопровод, нанимать лучших лоббистов, вкладываться в пиар. А следом в той же Европе развязать войну. Искать хоть каких-либо союзников, при этом обзывая евреев нацистами. Нормальные политические системы так не работают. Они не могут летать по траектории воздушного шарика, из которого вырывается в воздух. Развитые демократии – это скорее океанский лайнер, развернуть который – задача весьма сложная. Она опирается в настроение избирателей, в интересы бизнеса, в компромиссы, сдержки и противовесы. В многоуровневую и до предела ригидную бюрократию. Но если корабль этот удалось развернуть, и если решения через многие преграды были приняты, то это надолго. Отменять эти решения будет настолько же сложно, как и принимать. Изоляция России от европейского энергетического рынка – крайне непростое решение. Непростое не для Европы в целом, где степень зависимости от российского газа, нефти и угля очень сильно разнится от страны к стране. Для кого-то это единичные проценты, а для кого-то, как для Германии или Австрии, доминирующая зависимость. Быстрый отказ от российского газа в один день или в один месяц – это тяжелый удар по немецкой экономике. При этом удар этот не фатальный. Все разговоры о том, что Германия замерзнет без российского газа – из той же серии, что фантазия о великой помощи со стороны Китая в обход санкций. Кстати, вы обратили внимание, что фантазии эти как-то поутихли в последнее время? Во-первых, ущерб домохозяйствам из-за роста платежей за тепло и электричество будет не такой значительный. А во-вторых, правительство с легкостью его компенсирует. Не будет в Германии такой привычной для нас ситуации, когда платежки за месяц растут едва ли не вдвое. Наибольший ущерб в Германии и других наиболее зависимых от российских энергоносителей странах понесет промышленность. Что для европейского политика звучит так – наибольший ущерб понесут рабочие места. Именно безработица, а не оплата ЖКХ – самая чувствительная тема для политиков в развитых странах. Безработные люди, даже если им платят достойное пособие, сильно переживают и очень плохо голосуют. Но ущерб от нефтегазового эмбарго будет только в моменте. Главная экономика на Земле не та, у которой есть кубометр газа или бочка нефти. Главное – та, где есть конвертируемая валюта. Европа, пожалуй, самый вкусный энергетический рынок планеты. Это компактное скопление самых промышленно развитых экономик. Это сотни миллиардов долларов в год. Недостатков желающих занять на этом рынке место России и положить сотни миллиардов в свой карман не будет в пространстве от Ближнего Востока до США. И сейчас нет вопроса, лишится ли России европейских потребителей нефти, газа и угля или нет. Она их лишится. Наиболее зависимая от России страны сейчас решает другую задачу – успеть до этого момента перестроить свои экономические системы, чтобы избежать шока от быстрого перехода, избежать депрессивных картин, простаивающих заводов и митингующих перед их проходной безработных избирателей. Те санкции, которые уже введены, – это беспрецедентная в истории экономическая блокада. Мы уже даже на бытовом уровне видим, что случилось нечто невообразимое. Российские банки больше не могут ни выпускать, ни принимать карты международных платежных систем. Кто-то там надеялся, кстати, на китайский UnionPay. Российские самолеты иностранного производства летают, ну, по сути, нелегально. И теперь ни их производители, ни страховщики вам ничего не гарантируют. А в ближайшие месяцы их и вовсе придется разбирать на запчасти. Без иностранных комплектующих одно за другим встает производство. До тех, кто фантазировал об импортозамещении, вдруг начинает доходить. То в нынешнем мире никакая экономика в изоляции не может сделать ничего сложнее кувалды. Что самые элементарные предметы быта рождаются в кооперации со всей планетой. И это еще даже не цветочки. Цепочки поставок кое-как живые, складские остатки еще есть. Экономический коллапс не приходит в один день. Тем не менее, даже сейчас уже все поняли, что на дворе не 2014-й. Что на этот раз все серьезно. Когда приложение Сбербанка удаляют из американского гугла, то из китайского Huawei его тоже удалят. Потому что Huawei хочет зарабатывать деньги, а не играть с Путиным в интернационал диктаторов и идти под санкции. Россию отключают от мировой кооперации. Причем отключают таким образом, что бежать особо некуда. Индийские компании, может быть, и рады покупать российскую нефть с большой скидкой. Индия никаких санкций не вводила. Но индийские банки не готовы играть с финансовыми властями США и ЕС в игру «кто хитрее?» Ведь можно сильно проиграть. Но пока у России остается главное – священная труба в Европу, по которой в одну сторону текут нефть и газ, а в другую – твердая валюта. И пока эта труба работает, у российского правительства есть деньги. У правительства, не у граждан. Есть деньги на две самые важные сейчас вещи для правительства. На войну и на то, чтобы платить полиции и Росгвардии, которые должны будут бить недовольных войной и недовольных обнищанием и безработицей. И это, увы, не значит, что с российской экономикой будет все хорошо. Это значит, что в бюджете и резервах будут деньги. Экономика в целом и деньги в кармане правительства – это две разные сущности. Россия так устроена, финансовые потоки настолько централизованы, что они слабо пересекаются. Ведь не раз мы видели, как экономика падает, производство и рабочие места схлопываются, а резервы только растут. Коронакризис – вот тому свидетель. Перекрытие же трубы – утрата невосполнимая. Не факт, что это обрушит политический режим, но факт в том, что лишних денег на внешнюю агрессию у него не будет точно. Европейские политики это осознают. Все те статьи в мировой прессе о том, что это ЕС, по сути, оплачивает разрушение Мариуполя и зверства в Буча, читаем не только мы с вами, ужасающие кадры не только мы видим. Европейские политики, что куда более важно, их избиратели читают и видят это точно так же. Потому каждая следующая новость о новом пакете санкций, о новом этапе снижения энергетической зависимости от России – но это не вполне новость. Это просто очередная засечка на временной шкале, конец которой нам известен. Европейский избиратель будет платить за помощь Украине и не будет платить за ее разрушение. Вчера мы рассказывали о дипломатическом конфликте между Россией и Израилем. Вызван он был некорректным высказыванием главы российского МИДа Лаврова. В интервью итальянской телекомпании Mediaset он высказал лжеисторическую гипотезу о еврейском происхождении Гитлера. Эти слова оскорбили миллионы израильтян. После такого, по-хорошему, МИД России должен был приложить все усилия, чтобы этот конфликт погасить. То есть извиниться, объяснить, что это лишь небрежная оговорка министра, которая ни в коем случае не отражает официальную позицию России. Однако, вместо этого МИД решил окончательно испортить отношения с фактически единственной полноценной демократией, которая не конфликтовала с нашей страной. Вчера утром в официальном телеграм-канале Министерства иностранных дел был опубликован пост, в котором в грубой форме правительство Израиля обвинялось в поддержке нацизма. Сложно придумать более оскорбительные обвинения в адрес людей, чьи отцы и деды прошли через Холокост. При этом аргументы в доказательстве нацистской сущности киевского режима, который поддерживает Израиль, разрушаются после простого получасового фактчекинга. МИД России в этом посте поведал об ультраправой антисемитской партии «Свобода». Партия-то получила целых 8% мест в Верховной Раде аж в 2012 году. То есть еще во время президентства пророссийского Януковича. На каждых новых выборах после Евромайдана эта партия получала все меньше голосов. А в нынешней Раде сидит лишь один ее представитель. Тут скорее можно сделать вообще обратный вывод. А именно, что последние годы идеи антисемитизма постепенно теряют популярность в украинском обществе. Далее МИД процитировал ежегодный доклад по антисемитизму в мире аж за 2017 год. Он был написан Министерством Израиля по связям с диаспорой. Там сказано, что количество преступлений на почве антисемитизма в Украине выросло между 2016 и 2017 годом. Однако российский МИД эту информацию исказил. Сказав, что согласно отчету, после Евромайдана насилие над евреями все время растет. Хотя для сравнения были взяты просто два случайных года. Если мы посмотрим на самый свежий доклад с 2020 год, то увидим, что он наоборот хвалит правительство Зеленского за внимание к проблеме антисемитизма и последовательную борьбу с ним. В конце поста МИД приводит примеры преступлений на почве ненависти к евреям. Тут, правда, проблема в том, что никто как бы и не отрицает существование антисемитов в Украине. Однако на каждое осквернение Ханукии в Киеве можно припомнить покушение на убийство раввинов в Краснодаре. Но российский МИД Россию нацистским государством не считает. Бытовой антисемитизм – это общая большая проблема для России, Украины, Франции, США, Эстонии и вообще любых других государств, где когда-либо жили евреи. Вопрос только в том, как каждое конкретное государство на это реагирует и что оно с этим делает. А теперь давайте посмотрим, что происходит на фронте. Судя по предыдущим действиям российской армии, она планировала окружение наиболее боеспособных частей украинской армии на Донбассе. Для этого необходимо было сомкнуть кольцо, наступая из северо-востока со стороны Изюма и Харькова, и с юга со стороны Херсона, Гуляйполя и Кривого Рога. На Изюмском направлении сейчас продолжаются интенсивные бои за города Рубежное и Попасное. Хотя о полном контроле над Рубежным войска РФ и сепаратисты отчитались еще в апреле, причем несколько раз, часть города по-прежнему обороняет ВСУ. Интенсивные бои идут за каждый дом и улицу, поэтому продвижение очень медленное. Судя по фотографиям с места событий, даже если российская армия добьется успехов на этом направлении, то получит не два города, а лишь выжженную землю, на которой они были расположены. По городу Лиман, который расположен недалеко от линии соприкосновения и находится под контролем Украины, ведется усиленный обстрел. В результате был разрушен мост, соединяющий город со Славянском и Краматорском, наступление на который планирует российская армия. На соседнем Харьковском направлении украинская армия проводит небольшие контрнаступления. Вчера было отбито село Молодовая, перед этим после двух месяцев оккупации были возвращены под контроль Украины села Кутузовка и Момотова. Тем временем на юге происходит перегруппировка российских войск, поэтому интенсивность боев временно стихла. После того, как южное наступление застоприлось в 50 километрах от Кривого Рога, российское командование приняло решение перебросить военную технику со складов по железной дороге. В дальнейшем российская армия планирует возобновить наступление на Николаев и Кривой Рог. Донбасс сейчас – место основных боевых действий, но у обещанных российскими властями масштабов наступления нет до сих пор. Помните, как пропагандисты предсказывали, что Киев будет взять за три дня? Также молниеносно планировалось взять и Донбасс. 21 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что металлургический завод «Азовсталь» – последний оплот украинских войск в Мариуполе, будет взять сегодня же до обеда, ну или чуть позже. Не получилось. Так и с боями за Донбасс, видимо, которые идут уже около двух недель и превратились за это время во взаимный обмен артиллерийскими ударами без существенных продвижений. Российские войска, отмечают эксперты, деморализованы и наступать не хотят. Российская армия не может добиться решительного преимущества и окружить войска ВСУ на Донбассе. А после того, как США одобрили программу Ленд-Лиза, стало окончательно понятно, что военная мощь Украины будет только нарастать, а вот Россию убывать. Если раньше Украина получала джавелины и свитчблейды, то сейчас туда начали поставлять тяжелое вооружение, в том числе и мобильные реактивные системы залпового огня. Продолжают завозить в Украину и систему спутникового интернета Starlink от Илона Маска. По его охвату Украина сегодня один из мировых лидеров. То будущее, о котором мы говорили, пришло неожиданно и при столь неординарных обстоятельствах. Но главное, чего ждут украинцы – наступление мира. Ведь каждый день от пули снарядов продолжают гибнуть люди. Только за 3 мая в Донецкой области, по словам главы региона Павла Кириленко, погиб 21 мирный житель. Это на 5 жертв больше, чем за весь 2021 год. Пол Казов накануне сообщил о гибели двух женщин, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе и погибли в результате возобновившихся авиационных и артиллерийских ударов. Также 3 мая взрывы прогремели во Львове и в горном районе Закарпатья. Бомбардировке подверглись и шесть железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Власти сообщили о серьезных повреждениях инфраструктуры. По всей видимости, это сделано, чтобы прервать поставки оружия из западных стран к фронту. По данному ООН, жертвами войны в Украине стали уже 3153 мирных жителя, в том числе 226 детей. Так, в Одессе во время ракетного удара 2 мая погиб 14-летний Вячеслав Ялышев. Как рассказывает его папа, мальчик побежал предупредить пожилых людей, что звучит сирена и нужно идти в укрытие. И именно в этот момент прогремел взрыв. Украинские СМИ опубликовали письмо, написанное отцом мальчика. Мой сын остался одним из тысяч украинцев-героев. Ему было 14 лет. Ты мой герой, ты герой Украины. Мы любили тебя, любим тебя и будем любить. Покойся с миром. Между тем, у России постепенно истощаются ресурсы для ведения войны. И самый важный ресурс, человеческий, тоже не бесконечен. Кого еще бросить в пекло бессмысленная агрессия? Об этом болит голова у российских военных начальников и бюрократов в военкоматах. За последние дни появилось уже второе сообщение о том, что 9 мая Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию. Первым это 28 апреля предположил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он отметил в интервью LBC Radio, что Путин может отказаться от определения спецоперации и объявить всеобщую мобилизацию в стране для войны с нацистами всего мира. Аналогичные заявления 3 мая озвучил телеканал CNN со ссылкой на заявления западных чиновников. По их оценке, формальное объявление войны позволит Путину мобилизовать резервные силы, чтобы восполнить уже случившиеся потери. А они, как считают собеседники CNN, уже составляют не менее 10 тысяч человек. О том, что российская армия испытывает трудности с пополнением личного состава, могут свидетельствовать и повестки в военкомат, поступающие военным, уже вышедшим на пенсию. Издание «Важные истории» узнало о нескольких подобных случаях с офицерами запаса, которым от 40 до 60 лет. Может ли российский президент объявить всеобщую мобилизацию 9 мая, как пугают нас американские и британские источники? Ну, в принципе, да, может, поскольку обладает исключительным правом на это. Но необходимо понимать, что за 22 года своего управления Путин не сделал ни одного громкого заявления, выступая на День Победы или на Новый год. Все самое важное объявлялось, как правило, в будничной обстановке президентского кабинета. А в дни, на которые приходились громкие даты, Путин просто монотонно бубнил бессмысленные речи, написанные спичрайтерами. С другой стороны, нам не стоит забывать. Многие из нас не верили, что российский президент развяжет полномасштабную войну с Украиной. А эксперты говорили, что война вообще Россию погубит и лишит ее будущего. Но Путина и его окружение это не остановило. Не исключено, что не остановят его и негативные последствия от мобилизации. А это обрушение рейтинга и возможные массовые протесты. Поэтому на всякий случай стоит знать, как себя защитить от войны. Об этом сегодня много рассказывают юристы и правозащитники. Обязательно почитайте что-нибудь. Украина победит. Украина будет свободна. Цитируют слова Бориса Джонсона Рейтер. Вчера британский премьер выступил перед Верховной Радой по видеосвязи и стал первым мировым лидером, который лично обратился к украинскому парламенту после начала войны. Джонсон пообещал Киеву дополнительную военную помощь в размере 300 миллионов фунтов и отметил, что Украина в своей борьбе против российских войск развеяла миф о непобедимости Путина. Владимир Зеленский после заседания выложил пост, в котором поблагодарил Джонсона и весь народ Соединенного Королевства. Сам президент, кстати, тоже появился на заседании Рады. Это произошло впервые с начала полномасштабной войны. Депутаты встретили его аплодисментами. Давайте посмотрим видео. Борис Джонсон – значимая фигура в борьбе против российской агрессии. Он лично прогуливался по улицам Киева вместе с Зеленским. Едва российские войска объявили об отступлении. Он на русском языке решительно обращался к россиянам и еще 24 февраля от лица Британии пообещал выдавить Россию из мировой экономики из-за войны, которую развязал Путин. Великобритания, кстати, в начале февраля вступила в трехсторонний союз с Украиной и Польшей. Сейчас главная цель этого союза – совместно противостоять действиям России в Европе и укрепить региональную безопасность. Весь мир закономерно и неизбежно объединяется вокруг Украины. А Лавров и другие путинские чиновники демонстрируют публике все новые грани безумия и абсурда, методично настраивая против себя весь цивилизованный мир. А тем временем связи Украины с развитым мировым сообществом становятся все теснее и крепче. Правда, ей приходится за это платить слишком высокую цену. Снова посмотрели за вас весь YouTube и принесли вам самое интересное, что вышло вчера. На канале Михаила Ходорковского Евгений Чичваркин проводит параллели между историей того, как у него самого отжимали Евросеть, и банком Тинькофф. И рассуждает о перспективах другого крупного бизнеса в России. По мнению предпринимателя, больше всего ФСБ заинтересовано в производителях продуктов питания. Также Чичваркин отчасти оправдывает прошлое высказывание Тинькова о том, что Путина следовало бы сделать императором. По мнению Чичваркина, существуют и положительные примеры современных автократий. Сценарист и режиссер Роман Супер на канале Александра Плющева делятся подробностями положения дел на российском государственном телевизоре и массовом бегстве сотрудников. По его сведениям, ящиком полностью овладели пропагандисты. У сотрудников развлекательных шоу нет никакого влияния, а отделы документалистики становятся филиалами отделов пропаганды. Редакция Пивоварова показывает интервью с жителями Брянска. Они боятся выступать не только против, но и за войну. Ждут взрывов и удивляются отсутствию информации даже в официальных источниках. Жалуются на подорожавшую жизнь и остановившееся производство. И все еще считают россиян и украинцев одним народом. А настоящее время показывает много видео прямо с передовой. Интервью как с эвакуированными, так и с оставшимися в своих домах жителями. На канале Майкла Наки обзор событий на фронте с Русланом Левиевым из конфликта Целдженс Тим. Обсудили посещение передовой начальником штаба вооруженных сил России Герасимовым. Его ранение, похоже, не подтвердилось. Перспективы возможной мобилизации, слухи про арест генерала ФСБ Сергея Беседа тоже там. И на канале Навальный Лайф обзор ситуации на рынке туризма. Самолетов не хватает, путешествие в Турцию или Египет пойдется в 200 тысяч рублей. И даже внутренний туризм существенно дорожает на всех направлениях от Сочи до Золотого кольца. «Я потерял все, но я не потерял душу. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом, убивая мирных граждан и детей. Мне не нужны никакие основания», — написал бизнесмен Олег Тиньков в Инстаграм. В посте бизнесмен призвал олигархов не молчать, ведь жизнь одна. Также Олег Тиньков заявил, что забирает из России бренды Тиньков и Ладача, потому что он не хочет марать их кровью русских солдат и жителей Украины. Это цитата. Бренды принадлежат его семье. Ранее Олег Тиньков опубликовал жесткий антивоенный пост, в котором прошелся по правительству и всей российской системе. После этого Кремль пригрозил менеджменту банка национализировать Тиньков, если Олег не продаст свою долю, а банк не сменит название и владельца. В итоге бизнесмен невыгодно продал свои акции. Также Тиньков добавил, что многие знакомые и крупные бизнесмены говорили ему, что согласны с его позицией, но все они боятся. Олег Тиньков долгое время не интересовался политикой и как-то даже заявил, что в России вряд ли когда-нибудь приживется демократия, и поэтому Владимир Путин должен вообще стать императором. Возможно, это было ироничное заявление, но все же оно было сделано. Тогда не придется заниматься выборами и прочими ненужными западными ценностями. Несмотря на то, что ситуация в стране ухудшалась, Олег Тиньков, как и многие крупные бизнесмены, не выступал против, а продолжал приспосабливаться к новым условиям, стараясь сохранить бизнес. И вот теперь с теми, кто богат и не решался когда-то выступить против политики Путина, происходит как раз то, чего они больше всего боялись. У них отбирают их дело. Сейчас у крупных бизнесменов не осталось влияния на процесс принятия решений в стране. И в этой ситуации Олег Тиньков смог найти в себе силы и мужество осудить решение о развязывании войны. Будет ли он таким один? Вопрос открыт. Зачем следим сегодня? В Киеве возобновит работу посольство Швеции. Это значит, что западные страны начинают признавать территорию относительно безопасной. Туда уже вернулись французское и итальянские депредставительства. Вашингтон недавно тоже пообещал вернуть своих посланников в украинскую столицу к концу мая. Продолжаем наблюдать и за ситуацией вокруг Азов-Стали. По оценке мэра Мариуполя, Вадима Бойченко, внутри предприятия до сих пор могут находиться около 200 мирных жителей. Однако российская Минобороны возобновила штурм. В оккупированный Мариуполь, кстати, вчера приезжал небезызвестный пропагандист Владимир Соловьев. В Киев приедет делегация депутатов из Молдова. Об этом вчера рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Он также сообщил, что на неделе в украинской столице возможно встретит еще несколько иностранных делегаций, которые пока не распространяются о своих планах публичной и соображении безопасности. И перед последним сюжетом коротко напомню, что мы продолжим выпускать новости каждый день на отдельном канале. Обязательно подпишитесь прямо сейчас по ссылке в описании. А пока вы ставите лайк этому видео и подписывайтесь, послушайте стихотворение Монеточки, которое она выпустила вчера. Так ли надежен автор? Точно ли есть война? Все не узнать нам правды, все не проверить нам. Все не собрать нам воли, слез всех не перелить. Всех не забрать из поля, всех не похоронить. Всех не услышать судей, все не пересмотреть. Это всего лишь люди, это всего лишь смерть. Кто бы в каком отчете, что бы ни показал, Вряд ли мы будем против, вряд ли мы будем за. Наши бессмертные дети, наш непорочен край. На голубой ракете мы приближаем рай. Субтитры создавал DimaTorzok